Отопительный сезон в Бердске проходит в плановом порядке. Незафиксированные срывы в сильные морозы рапортуют в комбинате бытовых услуг. Однако были замечания по температурному режиму от некоторых абонентов. 70 заявок получили в комбинате бытовых услуг с декабря по конец января. Люди жаловались на холод в квартирах. Специалисты вышли с проверками. На все эти объекты мы вышли с точки зрения проверки температурного режима в квартире, с точки зрения влияния подачи теплоносителя в данные дома и столкнулись с тем, что помимо обращения и желания чуть теплее в домах, температурный режим, наверное, в 95% всех квартир соответствовал норме. В тех квартирах, в которых были незначительные отклонения, по большому счету были и причины этих отклонений. Это неутепленные балконные двери и всякие разные такие вещи, которые с точки зрения теплосбережения каждому абоненту необходимо делать. Поэтому мы со своей стороны рекомендации свои оставили, но хотелось бы отметить, что задача муниципального предприятия, конечно, подавать качественный ресурс, реагировать на какие-то обращения абонентов, но в большей степени хотелось бы взаимодействия между абонентом и управляющей компанией, потому что, к сожалению, столкнулись с тем, что абоненты писали не просто в муниципальные предприятия, писали о том, что они обратились в управляющую компанию, управляющая компания по каким-то причинам либо проигнорировала, не ответила на данные запросы, не сходила, не измерила температуру и так далее, либо просто по умолчанию перенаправила в КБУ. Но мы постарались со своей стороны все это максимально отработать, мы считаем, что не было каких-либо критических замечаний с точки зрения отопления у наших жителей. С 1 января многие абоненты заключили прямой договор с комбинатом. Предприятие приобрело тепловизор, чтобы определять теплопотери в домах. Для того, чтобы исключить человеческий фактор, возможно перепирательство причин возникновения теплопотери, поэтому мы решили на такой шаг пойти. Поэтому, начиная с марта месяца, мы будем иметь эту возможность, обучим персонал и сотрудники предприятия при необходимости будут выходить на те объекты, которые мы считаем, где услуга либо подается по какой-то причине действительно несоответствующей норме, мы четко будем понимать, либо там есть конструктивные какие-то ошибки. В январе комбинат бытовых услуг начал перерасчет платы за отопление. Уже произвели корректировку по 170 договорам. Еще по 250 перерасчет сделают в феврале и марте. Перерасчет пока, по крайней мере, по тем домам, которые мы делаем, идет в меньшую сторону, то есть минусовая корректировка для абонентов. Ну, как бы каждый дом индивидуален, поэтому здесь сказать пока конкретную сумму не могу. Ожидаемая сумма всего перерасчета для муниципального предприятия это порядка точно 20 миллионов рублей. Это та сумма, которая будет перерасчитана итогом за квартал. По крайней мере, она видится на сегодняшний момент. Данная процедура, еще раз повторюсь, началась. И с учетом того, что я называю суммой перерасчета, январь месяц хотелось бы все-таки увидеть от абонентов не ожидание перерасчета и заплатить потом, а все-таки платежей в пользу муниципального предприятия по итогам ежемесячного начисления. То есть, если сумма не скорректировалась в январе, это не значит, что нужно ждать февраля-марта и только потом оплачивать. Оплачивать необходимо каждый месяц. Январь месяц, к сожалению, начался плохо. Плохо с точки зрения платежей, особенно юридических лиц. Если физические лица, ну, скажем так, в январе, он ожидаем чуть хуже, чем другие месяцы с точки зрения праздничных дней, снижения заработка, ну, как сказать, увеличения расходов на праздничные дни, то вот как раз юридические лица в январе показали, что они, к сожалению, платежная дисциплина у них хромает. Это не позволило муниципальному предприятию, скажем так, в штатном режиме пройти платежные взаимоотношения с нашими контрагентами. Для информации, непоступление платежей в январе месяце составило порядка 20% от реализации за январь месяц, за декабрь месяц. Поэтому еще раз хотелось бы отметить о том, что физические лица на сегодняшний момент могут максимально оплачивать свои услуги как любым доступным дистанционным способом, так и с помощью предприятий, которые принимают платежи, в частности, РКЦ. Например, задолженность населения перед муниципальным предприятием без текущего начисления составляет порядка 160 миллионов рублей. За текущий отопительный сезон произошло 22 инцидента на системах отопления. По горячему водоснабжению – 7, по водоснабжению – 3, на канализационных сетях – 444 подпора. В целом сезон проходит без серьезных срывов, заверили в КБУ. Субтитры создавал DimaTorzok